Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа специальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. Главная масленица Одинцовского округа прошла на Пушкинской поляне в Захарово. Значительная часть площадок была подготовлена студией живой истории Хронотоп. Чем сейчас занимаются любители старины и какие выставки готовят для жителей Одинцовского округа, расскажет ее руководитель Виктор Воронкин. Здравствуй, Витя! Добрый день! Масленица позади, наверное, можно выдохнуть, но я так чувствую, что долго отдыхать вам не придется. Да, масленица была такая напряженная, погода была очень суровая, но у нас все закончилось, слава Богу. И действительно, впереди у нас очень много планов, которые мы будем воплощать, скучать нам действительно не придется, отдыхать нам некогда. Мне кажется, что Родина должна знать своих героев. Давай расскажем, какие площадки на Масленице были от студии живой истории Хронотоп? Мы участвуем в этой Масленице уже не первый год. В этом году мы делали довольно существенный блок масленичных различных активностей. Это была история про дружину, дружинный лагерь, где ребята показывали быт средневековых воинов, богатырей, показывали различные соревнования, которые практиковались, как мы думаем, в дружинной культуре, как подростки средних веков, столетия назад развивали себя. Вот те же приемы и практики мы давали возможность попробовать гостям праздника. Это была история с Бусаделием. Очень интересная, на мой взгляд, самая яркая точка во всех активностях. Мы про это даже немножко рассказали в своем сюжете. Да, да, да. Мы делали бусики из стекла на горне средневековом. У нас был наш хороший товарищ Иван Зюбок, который работает в парке Коломенское. Он привозил ловчего сокола, рассказывал про охоту на Руси, привозил свою птицу и рассказывал про все масленичные традиции, про традиции охоты. Это старинные русские забавы, бой мешками на бревне, рубка капусты, перетягивание каната, групповые лыжи. И, в общем, все то, что очень любят люди на масленичных праздниках. Ну, у нас недавно были, ну, вот как сейчас модно говорить, гендерные праздники. 23 февраля, 8 марта. С 23 февраля все понятно. Там много было про богатырей. А вот что касается, кстати, каких-то женских развлечений, вообще женщины развлекались в те далекие времена. Безусловно. Ну, мы сейчас говорим про формат праздника. Это одна история, да. Там, в общем, мы делаем такие вещи, которые легко доступны, интуитивны, понятны и увлекают человека, гостей праздника. Про женские развлечения, конечно, если мы говорим сейчас про этнографию, про историю, то были праздники, не праздники, а были традиции мужские, были традиции женские, были традиции для молодежи. И на масленице они широко практиковались. Не случайно мы знаем про то, что каждый день широкой масленицы, масленичной недели был посвящен какому-то эпизоду. То есть там тещины блины, встречи молодежи, собственно, прощенное воскресенье. Все это имело в том числе и какую-то специфическую окраску по полузрастным признакам. То есть женщины обижены не были? Нет, конечно. Ну, в принципе, на праздники бы свои силы могли испытать и те, и другие. Я вот с капустой пробовала, но главное, что я по ней попала. У меня была такая цель. Но разрубить, мне кажется, что только мужчина может или нет? Или главное техника? Ну, в общем, важно понимание, да. Если мы говорим про секреты мастерства, то важно просто хорошо прицелиться, бить последнюю третью клинка, потому что там наибольшая энергия. Если мы помним курс школьной физики, чем больше рычаг, тем, собственно, больше сил. Соответственно, если мы разрубаем качан той частью клинка, которая ближе к рукояти, то там энергия меньше. Соответственно, надо рубить кончиком, надо рубить посередине. Ну, при трех-четырех попытках на пятую точно у тебя получится. Так что, дорогие зрители, вы сейчас услышали совет. И в следующий раз, когда увидите клинок, капусту, вы знаете, что делаете и как правильно бить. Ну, это уже прошло. Давай поговорим о том, что будет. Значит, я так понимаю, в Одинцовском историко-крывеческом музее у вас есть постоянная выставка. Расскажи о ней, пожалуйста. Это служилые люди земли, Звенигородского края, потому что Одинцовской земли еще тогда, в общем-то, и не было. Расскажи, что за выставка, кому посвящена? Она не постоянная, она временная. Это уже вторая такая длительная выставка. Первая была про боевые наголовья. Мы ее свернули, и вот в прошлом году смонтировали новую экспозицию. Посвящена она действительно... Ну, превращивали мы ее к тому, что Звенигород вошел в состав Одинцовского района. И, не знаю, может быть, это для Одинцовцев будет несколько обидно, но, в общем, наиболее яркие, какие-то интересные события в эпоху последнего тысячелетия, они происходили, в общем-то, вокруг Звенигорода. В Одинцово, там, разве что мы можем про Кургана поговорить, который на лыжероле на трассе. Так вот, экспозиция представляет собой предметы. Это новоделы, реплики, но выполненные по точным образцам, которые экспонируются в музеях европейских и российских. Мы рассказываем про стрельцов, про полки нового строя, про рейтар. Это все уже времена Алексея Михайловича Романова. Вообще, первые стрельцы появляются при Грозном. Он пытается транслировать западный опыт на нашу тогда еще нерегулярную армию. Соответственно, после смутного времени Алексей Михайлович Романов пытается еще больше раскрыть этот опыт. У нас появляются не только пехотные какие-то части, пекинеры, стрельцы, но также и стреляющие кавалерии, это рейтары. И в витринах представлены предметы, связанные с этими воинами, как с пешими, так и с конными. Экскурсоводы рассказывают про эту эпоху и про привязку, собственно, как это связано со Звенигородом. Дело все в том, что Савино-Старожевский монастырь в XVII веке был официальным царским богомолием. И у нас есть письменные упоминания о том, как Алексей Михайлович с супругой приезжали в Савино-Старожевский монастырь. Причем тут тоже такая, не сенсация, в общем, довольно интересный момент. То, что на территории мужского монастыря был специальный дворец для царицы. Вообще, в общем, женщинам как-то в мужской монастырь не принято ходить. Но, тем не менее, поскольку это царская резиденция, там были свои порядки. И гарнизоном Савино-Старожевского монастыря состоял из двух полков стрельцов. Одни носили кафтаны лимонного цвета, другие носили кафтаны мясного цвета. Об этом есть письменные упоминания. Собственно, Савинская слобода, деревня, которая сохранилась до нашего времени, территориально она чуть сместилась западнее от того места, где она находилась. Но, тем не менее, мы знаем, что у подошвы холма, где расположен Савино-Старожевский монастырь, была слобода, где жили стрельцы, которые несли гарнизонную службу и церемониальную службу при визитах Алексея Михайловича на Богомоле. О них осталось много письменных упоминаний. А также на месте бывшей Савино-Старожевской слободы мы находим археологические артефакты, которые нам подтверждают существование там как раз вот этого гарнизона. Причем стрельцы, это как, как бы вам сказать, помимо того, что они несли воинскую службу, они еще занимались различными ремеслами. Это было очень похоже на службу в Римском легионе, где легионеры сами, помимо того, что были профессионально военные, они сами себе готовили еду, сами готовили снаряжение. Вот у нас стрельцы тоже были гораздо и с литьем работать, отливать какие-то предметы, и кузнечное дело, и кожевинное дело. То есть они сами шили и кормились за счет этого. Вот такая история. Реплики представлены в музее, они сделаны кем? Вами? Студия живой истории? Ну, не совсем. Какие-то части, да, действительно, какие-то предметы сделаны нашими руками. В основном это предметы из дерева, кожи, кости, текстиля. А какие-то вещи заказывались у специалистов по своему профилю. Потому что, например, я знаю про кузнечную обработку, и у меня есть много знакомых кузнецов, но сам я не обладаю достаточными навыками. Я могу рассказать про то, как это делалось, и какие существуют специфические нюансы. Но для того, чтобы создать какой-то предмет сложнее, чем гвоздь, мне, наверное, навыков будет маловато. Существует сейчас... Ну, это опять мы сейчас съезжаем на движение исторической реконструкции. Да, оно, тесно, связано. Мне кажется, без этого никак. Да, да, да. Движение расширяется. Оно очень неоднородно сейчас разделяется на различные интересы. И я могу об этом долго рассказывать, но это, наверное, не тема сегодняшнего... Об этом обязательно отдельно поговорим. Я с удовольствием. Так вот, есть ребята, которые начинают специализироваться очень узко. Есть, например, кто специализируется на изготовлении копий мечей, ножей и всякого такого. И это я уже говорю про разделение внутри кузнецов. Есть ребята, которые специализируются на создании доспехов. И всяких каких-то таких сложных пластинчатых вещей. Есть ребята, которые специализируются на ювелирке-отделке. И, соответственно, вот я знаю несколько мастеров, в том числе и Сережа Журавлева, например, который в Юдин у нас живет. И мастерская Антона Арестова, которая в Трехгорке находится, которая делает уникальные вещи. Мы с ними сотрудничаем тесно. И в том числе они нам помогали делать какие-то предметы. Но я так понимаю, что о ремеслах стоит поговорить отдельно. Потому что вы готовите еще одну выставку в Одинцовском музее, которая как раз будет посвящена тем ремеслам, которыми занимались люди, жившие на территории нынешнего Одинцовского округа. А чем они занимались? Да. Одинцовский музей сейчас готовит выставку. Не думаю, что выдам какой-то секрет. Проанонсируем, наоборот, интерес, подогреем. Выставку, посвященную ремеслам Одинцовского района, ну и шире Одинцовской земли, которые широко практиковались, о которых у нас есть достоверные данные, какие-то письменные фотоисточники и какие-то иные. И вот тема, которую взяли для такого первого, а будет еще, будет еще там про… Ну, это интрига. Хорошо. Значит, первая тема, которую решили взять, это лозоплетение. Потому что мы знаем о существовании в конце 19-го, начале 20-го века в Голицыно складочно-потребительского общества, которое специализировалось на лозоплетении. У них в номенкулатуре их изделий, в каталоге, у них было более 1300 позиций предметов, которые они изготавливали из лозы. Это была и мебель, и предметы, какие-то предметы быта, корзины, всевозможные домашние утвари. И многие вещи дошли до нас. Что-то мы можем увидеть на фотографиях, что-то мы можем прочитать в письменных документах различных, которые тоже сохранились. И вот, соответственно, этому ремеслу будет посвящена временная экспозиция, которая должна открыться в скором времени. Я дату пока точно назвать не могу. Знаю, что это будет, наверное, в конце марта. Ну, и следите за соцсетями музея, об этом узнаете обязательно. Наше участие в этой сменной выставке будет заключаться в том, что мы даем туда несколько предметов, и мы будем рассказывать про сам процесс. То есть, там будут какие-то плетеные вещи, которые дают коллекционеры. Мы даем туда вещи, плетенные из елового корня, из щепленой лозы. И, что самое интересное, на открытии мы планируем интерактивное занятие, где будем показывать и рассказывать, как с лозой, собственно, обращались. Мы на глазах посетителей, кто придет на открытие, попробуем изготовить корзинку, покажем про то, какие инструменты применялись, как обрабатывалось сырье, как оно хранилось, как оно заготавливалось. Что какие-то простейшие приемы работы с лозой мы расскажем и покажем. А вот за какое время можно овладеть телозаплетением? Ну, чтобы вот корзиночку можно было. Есть интересная такая теория про 10 тысяч часов. Ты слышала? Нет. Нет? Я автора не припомню, но есть мнение такое, что для того, чтобы более-менее начать разбираться в каком-то деле профессионально, нужно потратить 10 тысяч часов. Это примерно в пересчет, если мы выкидываем выходные и оставляем 8 часов рабочего времени, около трех лет. Или пяти, неважно. Кому интересно, посчитайте. Ну, в общем, несколько лет уйдет. Да. Соответственно, понять, как это делается на простейшем уровне, вы можете, посетив наше интерактивное занятие. Потому что, в общем-то, там ничего сложного нет. Наблюдательный исследователь, взяв в руки корзинку, может даже сам додуматься, как все это делается. Но для того, чтобы делать это качественно, быстро, в индустриальных, в промышленных масштабах каких-то, конечно же, нужно эти моторные навыки довести до автоматизма. И я уверен, что, допустим, если я сяду плести корзинку, я ее, конечно, сделаю за два дня. Но она будет кривенькая и косенькая. Не купят. Вряд ли. А ребята, которые там столетия назад в Голицыно сидели артелью, плели лозу и всякие штуки делали на продажу, конечно же, они эту корзинку там собирали за три часа. Но это мы... К вопросу о навыках, да, сколько времени надо потратить. Чем больше потратишь, тем пропорционально будет... Тем профессиональнее будет результат этой работы. Да, да, пропорционально затрачен ему времени. Мы поговорили о том, что будет, что есть сейчас, да, это выставка служила Людям Звенигородского края, о том, что будет аж, вероятно, в конце марта. Но 14 числа вы планируете еще один мастер-класс. Там же в музее? Там нюанс. 14 марта отмечается праздник, День православной книги. Праздник появился у нас не так давно, в 21 веке. Но он довольно широко отмечается среди людей, которые к этому имеют какое-то отношение. Я имею в виду православную церковь, я имею в виду различные библиотеки, всех, кто имеет отношение к книге. Праздник посвящен первой рукопечатной книге, которая была выпущена нашим книгопечатником Иваном Федоровым в 1654 году. Я боюсь за точность, но в общем середина 17 века при Алексея Михайловиче. У нас появляется как раз книгопечатание, и мы, перенимая западный опыт, начинаем делать печатные книги. Что интересно, если сейчас церковь отмечает 14 марта как День православной книги, в 17 веке ситуация была диаметрально противоположной. В общем-то, переписчики, которые вручную переписывали церковные книги, они боялись конкуренции, что машина вытеснит человека, и поэтому всячески боролись с книгопечатанием. Но, однако, прогресс победил, и книгопечатание широко, быстро распространилось и действительно позволило выпускать большие тиражи книг, в том числе первые книги были как раз духовного назначения. Первая книга, которая вышла из-под печатного пресса, это «Апостол». В редакции этой книги принимал участие митрополит Макарий. И дата приурочена к этому событию. Еще раз напоминаю, само событие 14 марта, наш мастер-класс и вообще рассказ про эту замечательную историю, про то, как писались книги, про то, как печатались первые книги, все это пройдет 29 числа. То есть тоже в конце марта. Да, то есть дату мы избрали день православной книги, 14 марта, но рассказать про это событие мы, к сожалению, сможем только 29 числа. А каким образом будете рассказывать? Я уверена, что будете еще и показывать. Да, безусловно, вся суть нашей деятельности, она сводится к тому, чтобы доносить до людей вот эти исторические знания максимально доступным способом. В такой простой форме, понятной всем и детям, и взрослым, и тем, кто имеет отношение к истории, гуманитариям, техникам, всем кому угодно. Через интерактивное взаимодействие. Значит, у нас есть тоже наш земляк, одинцовец, Вячеслав Евгеньевич Белоглазов. Человек очень увлеченный, который занимается искусством каллиграфии, и он сосредоточен, он умеет и античными шрифтами писать, и готическими. Но наибольшее свое внимание он уделяет шрифтам 17 века, тем шрифтам, на которых писались, собственно, печатные книги, были книжные шрифты, были шрифты повседневные, скоропись, устав, полуустав. И они разительно отличались. Например, скоропись, она такая, в общем, не очень понятная. Не сразу прочитаешь, что там написано. Слава будет 29 числа рассказывать про эти шрифты. Мы с гостями этого занятия попробуем пописать буковки, посмотрим, у кого как получается, расскажем про то, как составлялись книги, про то, как делались печатные книги. Вот про это все мы будем рассказывать 29 марта. Ну, а мы будем следить за этим. Желаю вам удачи. Дорогие Одинцовцы, если вы хотите познакомиться поближе с студией «Живой истории Хронотоп», приходите в Одинцовский историко-крывический музей. Есть текущая выставка про стрельцов. И совсем скоро будет мастер-класс ко дню православной книги. И, собственно, выставка, посвященная ремеслам Одинцовского края. Одинцовский историко-крывический музей «Вход свободный». Рады всем. Спасибо большое всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова